Проклятье, сука! Успокойтесь, босс, реквизиты с нами, так что нам нечего бояться. Ты не понимаешь, наш Кликс убьет нас, когда застукает комитет в баре. Эпизод 8. Договор. Ренард слушает. Ренард, должно быть мы не поняли друг друга. Я сказала приходить в бар без комитета, а не привезти его с собой. Простите, госпожа Клинкс, я правда не понимаю, как такое могло случиться. Тебе нужно хорошо следить за тем, что ты делаешь. Я понимаю твое положение, Ренард, ты очень хочешь помочь своей матери. Но если ты не прикладываешь к этому должных усилий, то в итоге ты ничего не получаешь. Понимаешь, о чем я? Да, я понимаю вас. Хорошо, мой мальчик, даю тебе еще один шанс. В этот раз встреча состоится в фальшивом здании страхового агентства посреди города. Сделаем так. Ты зайдешь с главного хода, как клиент, а наш проберется с черного хода. Оденься так, чтобы не привлекать особо внимания, хорошо? Отличный план, госпожа, так и сделаю. Ренард, если комитет каким-то образом снова сядет тебе на хвост, ты не заслужишь моего милосердия. Я вас понял, госпожа. До завтра. Босс, что сказала госпожа Клинкс? Завтра наш последний шанс, черт. И все-таки, как комитет узнал о Ван Хеллене? Мы не могли нигде просчитаться, визитки бара были только у нас. Все верно. Хм. Бляаааа! Еб твою мать, у меня фабит тоже была визитка! Мы ведь сами решили оставить его в том баре. Да хуй я клал на этого пса Бэнкси, он никогда не был моим товарищем, Бэнкси просто посоветовал этого болвана мне, сказав, что он хороший стрелок, но он только ныть и умеет. В любом случае, мы допустили непоправимую ошибку, кто-то из комитета при обследовании бара нашел визит. В этот раз мы не провалимся, победа будет за нами, Нэш. Каково состояние вашей матери, босс? Она держится, но на операцию строишься нужны деньги, другого шанса не будет. Хорошо, босс, я буду с вами до самого конца, я верный рыцарь, что пойдет с вами в огонь и в воду. Конечно, Нэш, у тебя ведь нет другого выбора. Итак, капитан Берн, теперь вы занимаетесь поимкой члена Большой Восьмерки, но без помощи вам, конечно же, не обойтись, поэтому я назначил вам помощники особого человека. Он из комитета? С какого он города? Вы не совсем правы, капитан Берн. Человек из комитета не подойдет на роль вашего помощника, поэтому я пригласила... Сержант Карри прибыла по вашему приказу, майор! Она... Вы правы, она из гвардии. Это означает, что она просто солдат, а не ваш коллега, с которым вы можете мило побеседовать. Вы можете только отдавать ей приказы, а на вашем распоряжении, капитан, начинайте расследование. Так значит, ты сержант Карри? Так точно, мэм! Какие будут указания? Завари мне кофе. Мне нужно тщательно обдумать план. Исходя из того, что я имею, мы раскрыли еще одну из пристанищ члена Большой Восьмерки, а также ликвидировали членов его команды. Какие тузы у него еще могут быть в рукаве? Будем исходить из того, что у него остался только Ренарт. Получается, что шансы на победу есть. Сейчас главный вопрос, где состоится следующая встреча? Без помощи архива мне не пойти, придется воспользоваться его услугами. Кажется, она продумывает план. Вот это погружение. Мне плохо. Сержант, за мной! Так точно, капитан! Чтобы получить доступ к архиву, вам нужно разрешение от моего лайка, либо лично от человека, что досье вы хотите посмотреть? Я, сержант Кари, даю разрешение капитану Берн на просмотр моего личного дела. Окей, архив в той стороне. Но если вы вынесете отсюда что-нибудь кроме папки с личным делом, я доложу об этом майору. Дальше дело за тобой. Ммм, а она довольно ничего. Вас ведь Хэнк зовут? Эм, ну да. Мне легко, наверное, приходится работать в архиве. Управлять такой большой картотекой нужна большая ответственность? Да, нет, для меня это расплюнуть. Так, здесь должна быть картотека зданий нашего города. Она-то мне и нужна. Вообще, я спортсмен. Раньше боксом занимался. Хуякс, муякс, там все такое. Здорово. Это еще что? Вот был один случай. Окей, просто перекину файл в папку с личным делом. Если обнаружат мне разбериху, то тут уж не моя вина. Прости, Хэнк. Ну, такие дела. Слушай, сержант, а ты не хотела бы... Хэнк, я нашла все, что мне нужно. Сержант Кари, за мной. Есть. Эй, постойте. Блин. Ты хорошо выполнила мой приказ полюбезниче с ним. Так держать. Не стоит благодарности, это моя работа. И так, посмотрим, посмотрим. Здесь должны быть хотя бы парочка подозрительных зданий. Хмм, бар не то. Здесь все нормально. Ресторан тоже. Качалка совсем не то. А здесь у нас что? Страховое агентство. Ага. Такс. А? Почему здесь нет имени владельца агентства? Странно. Как реестр мог зарегистрировать такой участок? Явно обман для того, чтобы набрать классы. И вот, что еще странно. Нет документов на бар Ван Хюрен. Возможно, они должны быть в самом баре. Если это так, то все сойдется, но... На сегодня все, сержант Кари. Вы уверены, капитан, что вам больше не нужна моя помощь? Если мне что-то понадобится, я сообщу. Ты ведь сможешь выйти на службу ночью? Конечно. Для меня это не должно составить проблем. Отлично. До связи. До свидания, капитан. Это все была моя ошибка. Ты не могла знать, что Свен напичкает пулей укусом змеи. Но тем не менее, все это время я то и делала, что гонялась за реквизитами. Но теперь я лишь хочу, чтобы Никсон вернулся в норму. Нам нужно срочно найти противоядие. Мы не знаем, где его искать. Возможно, о нем знают лишь те, кто производил укус змеи. Если Никсон еще в порядке, значит, жертвоприношение не было совершено. Но он все равно мутирует. Еще мы потеряли связь с Ренардом. Возможно, он узнал о прослушке. Как теперь нам его искать? Почему бы нам не узнать о событиях поподробнее? Сейчас начнется вечерний выпуск новостей. Фигня, Николь. Это не поможет. Подсказка не свалится на нас с неба. Экстренные новости. Сегодня комитет безопасности прикрыл бар, в котором находилось пять вооруженных преступников. Все они являлись наркодилерами, поставляющими большие партии укуса змеи. Комитет заявил, что приближается все ближе к поимке члена Большой Восьмерки. Наркодилеры? Бар Ван Хеллен? Где это? Точно! Это на окраине города. Я знаю, где это. Что? Откуда ты знаешь? Я ведь бывший член Большой Восьмерки. И Бенкси тоже. Ты ведь встретила меня в ее баре. На самом деле, я подрабатывала на Бенкси. Но после ее смерти я освободилась благодаря тебе. Бенкси рассказывал мне про все секретные бары города. Вот как. Тогда идем немедленно. Аааа. Стоять. Уж ты-то точно никуда не идешь, блондиночка. Отойди, Брейк. У нас мало времени. Значит, слушай сюда. Я обычно не бью девушек. Но если ты не согласишься с тем, что я скажу, то мне придется хорошенько тебя втащить. Тебе нужно отстудить пыл. Ты слишком много взваливаешь на себя. Разве мы не команда? Да верно хоть что-нибудь. Да, верно. Простите, ребята. Я присмотрю за Никсоном. Поймайте Ренарда и уничтожьте реквизиты. Теперь другое дело. Хорошо, лидер? Подождите. А? Что такое, Челси? Я знаю, у кого есть противоядие. Твою ж мать, сколько же здесь кровищей. Видать, была знатная резня здесь. Ты уверена, что никто из комитета не явится сюда? Думаю, они собрались и нужные мулики еще днем, когда явились сюда. А числящики придут прибраться только утром. Так что время есть. Должны же быть места, до которых руки комитета не добрались. Я бы хранил противоядие от наркотиков в каких-нибудь укромных местах. Окей, продолжай искать. А я пройдусь вокруг бара. Вдруг кто-нибудь все же заявится сюда? Ну давай, доверяю тебе свою безопасность. Так, в барной стойке ничего. Здесь аптечка, но противоядие здесь никто бы хранить не стал. Хм, рояль. Пусто. Что-то потерял? Какого? Сдвинешься с места и мне придется вышибить тебе мозги. Не, не, я постою лучше. Что ты здесь делаешь? Да, я как раз хотела задать тебе этот вопрос. Я должна была догадаться, что ты не один. Обходила бар, значит. Что-то мне не очень нравится данная ситуация. Пусть твоя подруга первую берет пистолет. Ты первая, нас двое, а ты одна. Если понадобится, пристрелю вас обоих. Тайм-аут. Вы тут подержите пистолеты, а я пасу, а потом снова вернусь под уло. Хорошо? Быстро ты разрядил обстановку. Да, такими темпами мы держали бы пистолеты еще пару часов. Не, думала, что настанет день, когда я увижу кого-нибудь из комитета и просто с ним поговорю. В обычной ситуации я бы мигом отправил вас в город тюрьму, но сейчас дела приняли другой оборот. Так что вы здесь делаете? Ищите зацепки, чтобы найти Ренарда? Нет, на данный момент у нас возникла одна проблема. Что за проблема? Ну... Раз уж мы встретились, предлагаю обменяться информацией, иначе мы не сможем сотрудничать. Один из наших непутевых товарищей подцепил у Кузмии, и сейчас он начинает мутировать. Мы пришли сюда в поисках противоядия. То-то я думаю, что всей вашей компании нет в сборе. Но вам не повезло, противоядия вы здесь не найдете. Мы знаем одного человека, у которого оно должно быть, но мы не знаем, где он находится. Как зовут этого человека? Его зовут... Я поссал! Да нам похуй! Ты уверена, что у него есть противоядия? Челси сказала, что оно может быть только у него. Ну, вам повезло, что вы сегодня встретили меня. У меня есть предложение для вас. Вы хотите, чтобы мы работали на вас? Враг моего врага мой друг. Объединившись друг с другом, нам будет легче загнать их в ловушку. У меня есть информация. От вас мне нужна только рабочая сила. Разве у вас нет солдат, которые могли бы в этом помочь? Все не так просто, как ты думаешь. В комитете сейчас происходят небольшие разногласия. Ко мне приставили одного солдата, но... Она действует только согласно приказам. Она не сможет действовать по ситуации, если придется. А вы сможете. Раз так, тогда нам нужно уничтожить реквизиты и поймать члена Большой Восьмерки. Члена Большой Восьмерки оставьте на меня. Я засажу его в тюрягу. Вы же уничтожите реквизиты и станете героями города, в результате чего охота за вашими головами поутихнет. Ну как такое условие? Что-то не верится, что охота за нашими головами утихнет. Ты можешь гарантировать это? Могу гарантировать, что именно наш отдел перестанет вести за вами охоту. Но если вы попадетесь на преступление перед другим отделом, то это уже не в моих силах. Но думаю, что другого выбора у нас нет. Брейк? На нас снизят коэффициент поимки. Что может быть еще лучше? Надеюсь, что люди, работающие в комитете, умеют держать свои слова. Честным служащим трудно работать в этой коррумпированной стране. Но я служу не деньгам, а народу. Нашла. Что-то нашла. Документы на этот бар. Все сошлось с моими подозрениями. Ренард и член Восьмерки встретятся в фальшивом страховом агентстве посреди города. У нас есть план, как поймать их? Еще нет. Но в моей голове начали появляться идеи. Наш, нам пора выходить. Реквизиты на месте? Все в чемодане, босс. Отлично! Поехали! Мы не можем пользоваться транспортом. Иначе спугнем члена Большой Восьмерки. Мы пойдем пешком? Мы как раз успеем к утру, но перед этим... Сержант Карри слушает. Сержант, это капитан. Будьте готовы выступить утром по моему приказу. Слушаюсь. Так, солдаты понадобятся нам. Да, если член Большой Восьмерки и Ренард договорятся встретиться, то Ренард должен будет прибыть первым и доложить обстановку члену Большой Восьмерки, что все в порядке. Мы дождемся прибытия Ренарда. Он скажет члену Восьмерки, что все чисто. А как только он прибудет, то я сразу прикажу солдатам оцепить район. Тут-то мы и поймаем члена Большой Восьмерки. Неплохо, неплохо. А что будем делать мы? Вы? Вы спрячетесь в здании до прибытия Ренарда и схватите его уже там. Мне это нравится. Отличный план, Брек. Йорк. Морк. Бангкок. Мусорок. Брелок. Я Берн! Здравствуйте, я из комитета. Капитан Берн. Мне было поручено обыскать это здание. Простите, но это частная собственность. Покажите ордер. Хм... Здрасте. Эй, эти двое преступники. Я видел их разусные листы. Хм... Вот такие ордера сейчас выдают в комитете. Это агентство нелегальное. Значит и ордер не нужен. Ну что ж, начинаем операцию. Я пассал. Мне плохо. Мне это нравится. Отличный план, Брек. Йорк. Морк. Бангкок. Мусорок. Брелок. Просто перейдите. Просто перейдите. Перейдите. Нет. Просто перейдите. Перейдите. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok .